Артисты разогреваются, и не только музыканты. Танцы на каждом метре центрального стадиона. Многонациональный регион – это когда народные танцы исполняют все, вне зависимости от религии и национальности. Так в Астрахани отмечают Навруз, праздник весны, обновление природы, праздник дружбы и веселья. Татарский чак-чак, казахские буурсаки, азербайджанская долма. Отведать блюда национальной кухни могли все желающие. Плов сегодня готовят и узбеки, и таджики, и туркмены, каждый по-своему. В туркменском, допустим, мясо спрятано под слоем ароматного риса. Мы не перемешиваем, и получается, мы достаем плов по слоям, и получается очень и красиво, и вкусно. Конечно, будем всех упрощать, приходите, очень вкусный плов. Вообще плов, он во всех тюркских странах готовится, да, он очень вкусный. 12 национально-культурных обществ представили свои национальные площадки, юрты, наряды, народные инструменты и быт. На стадионе работали ярмарки и выставки декоративно-прикладного искусства. Сегодня каждый здесь на празднике может попробовать сделать изделие из чакана. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня предлагаете сделать астраханцам? Мы предлагаем сделать из чакана лошадку. Почему лошадку? Потому что лошадь, она всегда символизировала верность, добрость. Он был всегда помощником хозяйства. Четверть века в Астраханской области отмечают Навруз. Количество участников растет. Для сравнения, в 1994 году были организованы только четыре национальные площадки. Сегодня в три раза больше. Праздник полюбился жителям многонационального края. Праздник просто замечательный. Мы каждый год ходим на этот праздник. И у нас город многонациональный. И хочется познакомиться с культурами народов, детей, приобщить обязательно, чтобы жили все в мире в дружбе. В мире дружбе и веселье каждый год проходит праздник Навруз в Астраханской области. И здесь уже не важно, кто отмечает его, а кто нет. На главной сцене состоялся гала-концерт. И здесь все национальности вместе. Желание дружить и узнавать чужую культуру всегда было у астраханцев. Алтына Урумбаева, Руслан Срывченко, Центр новостей.